За два года войны на Донбассе пострадало 580 тысяч детей. По данным ЮНИСЕФ, 68 погибло, ранены 186. В Украине до сих пор так и не приняли ни одной социальной программы, поддерживающей население в зоне боевых действий. При этом люди продолжают находиться под обстрелами без средств к существованию. Наш следующий сюжет о тех, кто пережил трагедию и нашел в себе силы жить дальше. Страшно очень, страшно. После того, как у нас случилось, это все. Маренко, улица Мира, 26. В этом доме семья Крештоп три дня сидела без света. Жили в страхе, понимая, что смерть может настигнуть их в любую секунду. Во время очередного боя в январе прошлого года Наталья с мамой и детьми попали под обстрел. Пыль, ничего не видно. Сначала не поняла, что случилось, оно глушило меня. Потом я слышала крик старшего ребенка Димы. Он кричал. В огород попало несколько мин. Взрывной волной снесло стену дома. От осколков в нем не осталось живого места. Кто-то это все вынесло, как бы вылетело. Это ребенка сразу накрыло. Под завалами оказались мама Натальи и два сына. Младший скончался на месте. Косте было 9 лет. Мгновенно. Смертью множественные ранения осколочные, артерия перебита на горло. Эта игрушка была всегда с мальчиком. Она до сих пор находится в разрушенном доме. Наталья приходит сюда редко. Говорить о прошлом, сматриваясь в каждый угол родных стен, ей невыносимо больно. Какие-то воспоминания ждут? Я не буду тучать. Старший сын Дима чудом остался жив. Его отбросило взрывной волной. Парень едва не лишился левой руки. Эти рубцы – следы от осколков, которые несколько часов доставали хирурги. 13 осколочных ранений на руке было. Самый большой осколок, по идее, здесь был и здесь. А здесь оно, получается, стеклом или осколком прорвало до клости. Бабушка Димы Светлана Александровна также пережила операцию. Осколки доставали из брюшной полости. Тогда все расходы на медикаменты для семьи взял на себя штаб Рината Ахметова. Помогают Диме и сегодня. Сейчас он проходит реабилитацию по специальной программе штаба в санатории Славянска. Рядом с Димой занимается Катя Уманец. Она из антрацита. В девушку два года назад стреляли ради забавы. Теперь Катя учится заново ходить. Тяжело, конечно. Не боись. Не боюсь. Кто не ходил, тот понимает, насколько это тяжело. Все дается. Еще есть такой страх, что упадешь. Сертификат на реабилитацию Кате вручили от штаба Ахметова во время эфира ток-шоу «Говорит Украина». По указанию, которое дал Рината Ахмета, мы вам дарим сертификат на проведение комплексного курса реабилитации в центре, для того, чтобы вы, Катя, точно с вами. Спасибо. В базе данных гуманитарного штаба 163 раненых ребенка. Половине из них необходима реабилитация. Они не виновны во всех этих ситуациях, которые происходят. И они еще получили такие тяжелые, скажем, увечья. Я считаю, что штаб Рината Ахметова на правильном пути, что они взяли под опеку таких деток. И мы надеемся, что мы в дальнейшем будем с ними плодотворно сотрудничать в этом направлении. Катя Уманец уверена, без поддержки неравнодушных людей она не справилась бы со своей бедой. Хотела бы сказать большое спасибо Ринату Ахметову за то, что он помогает, за то, что он меня поддерживает, за то, что у меня уже есть такие сдвиги, что улучшение здоровья, я себя лучше чувствую. Я понимаю, что кроме этого человека мне бы никто так не помог, как он. В Украине не существует специальной программы для детей, пострадавших на Донбассе. В январе этого года внесены изменения в закон об охране детства. Появилась категория «Дети, пострадавшие в результате военных действий и военных конфликтов». Вот только эта норма до сих пор не работает. Нового статуса не получил еще ни один ребенок. Конкретных льгот, которые бы получили дети, даже имея статус ребенка, пострадавшего в вооруженном конфликте или в связи с этим конфликтом, закон не предусмотрел. В бюджете этого нет. Поэтому без поддержки благотворителей сегодня никак не обойтись. Помощь детям – самое масштабное направление в работе штаба Рината Ахметова. За два года по программе «Адресная помощь» медикаментами были обеспечены 1944 ребенка. Пятилетнему Ване из антрацита это спасло жизнь. Во время обстрела мальчика отбросило взрывной волной. Из-за травмы в голове образовалась гематома. Мама, я умираю. Вот это, наверное, было самое тяжелое. Вот так. А так все нормально. Ване был поставлен резервуар для оттока жидкости из черепной коробки, благодаря чему мальчик снова смог двигаться. Впереди его ждет лучевая терапия. Нам надо сделать лучевую терапию, и мы забудем это все как страшный сон. Я хочу сказать спасибо Ринату Ахметову, что он помог нам, не отказался от нас. Беда в семью Бойко из Торецкого пришла в 2012 году. Тогда Альбина узнала о своем страшном диагнозе – рак. Мать 11 детей, семеро из которых приемные, перенесла три операции. Далее предстояло дорогостоящее лечение. На помощь Альбине пришел фонд Рината Ахметова. В фонде Рината Ахметова уже 8 лет действует программа «Сиротству нет», благодаря которой семьи обрели 8 112 детей. С началом боевых действий направлений по оказанию помощи детям стало больше. Помимо адресной помощи на лечение в рамках программы «Помощь населению» роздано почти 600 тысяч детских наборов. По программе эвакуации вывезено 14 784 ребенка. Выдано тысячи аптечек матери и ребенка, 2412 наборов для роженец. В летних лагерях отдохнуло 2800 детей. Психологическую помощь получили почти 50 тысяч. Вся наша работа гуманитарного штаба направлена на помощь маленьким нашим землякам. И психологическое, и физическое, и реабилитационное. Пока будет такая необходимость. Все направления, которые касаются детской помощи, гуманитарного штаба и фонда Рината Ахметова, будут работать так, как работают сейчас. Спустя два года после трагедии Катя Уманец старается не думать о прошлом и строит планы на будущее. Она точно решила, будет помогать таким, как она. Пойдет учиться на психолога. Готова делиться своей историей и опытом, для того, чтобы люди в такой же ситуации могли воспрянуть духом и жить дальше. Нужно что-то делать, нужно вытягивать, помогать, бодрить людей, чтобы они чувствовали, что они не одни, и все проблемы могут решиться. Виктория Чистюхина, Юлия Меншакирова, Оксана Корчма, Александр Шмырев, Владимир Конопля. События недели.